Давайте с вами зададимся следующим вопросом, который называется «Насколько серьезна та проблема, о которой сегодня у нас идет речь?» Для того, чтобы понять, насколько серьезна и велика проблема, мы с вами посмотрим на три библейских отрывка. Деяние 20 глава, 28-30 стихи, 2 Тимофея 4 глава с 1 по 5 стих и 2 Петра 2 глава с 1 по 3 стих. У всех этих трех отрывков есть одна общая характеристика. Все эти три отрывка представляют собой последние слова кого-то из апостолов, адресованные его слушателям. Как вы, наверное, догадываетесь, последние слова – это совершенно необычное явление. В последний момент в своей жизни человек хочет сказать другому человеку какие-то самые важные вещи. То, что никогда другой не забудет. То, что на самом деле имеет смысл. Представьте, у вас осталось последние несколько минут с этим человеком. Вы не будете тратить это время попусту. Вы действительно пытаетесь сказать что-то, что осталось бы с человеком надолго, желательно всегда. Удивительная вещь. В своих последних словах апостолы всегда находят время и возможность, чтобы поговорить о том самом, о чем мы говорим с вами сегодня. О необходимости защищать нашу христианскую веру. Они настолько видели важность и ценность этого служения, что они постоянно напоминают людям об этом. Вот давайте с вами посмотрим на каждый из трех отрывков по очереди. В 20 главе Деяний мы видим, что апостол Павел по влечению духа идет в Иерусалим. 20 стих. Апостол не знает точно, что с ним будет, но уверен, что там его ждут узы и скорби. 21 стих. По пути апостол Павел ненадолго останавливается в городе под названием Мелит и призывает к себе пресвитеров Ефесской церкви. И мы читаем в 31 стихе, что это те самые люди, которых он в свое время день и ночь со слезами три года учил. То есть не просто какие-то случайные люди, люди, которые возглавляют местные церкви, которые три года имели возможность учиться одного из лучших благовестников, одного из апостолов, самого апостола Павла. Апостол любит этих людей. Это видно из того, как он говорит с ними. Видно из того, что он хочет с ними побеседовать на пути, который может стать для него последним. И он хочет преподать им последнее наставление, зная, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. 25 стих. Апостол Павел не знает, что с этими людьми будет, не знает, что будет с ним самим, но знает, что их он уже не увидит. И знает, что до него это последняя возможность с ними пообщаться. И что он говорит этим людям на прощание? 29-30 стихи. Он говорит, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Давайте внимательно посмотрим на эти стихи. С чего Павел начинает? Он говорит, ибо я знаю. Он не говорит, я думаю. Он не говорит, я опасаюсь. Он не говорит, есть такая теоретическая возможность. Он говорит, я знаю. Откуда Павел знает? Ну, мало того, что он называется пророком в книге Деяния, на самом деле есть гораздо более прозаическая причина. Дело в том, что апостол Павел знает это из своей собственной жизни. Мы видим из истории его служения, что всякий раз, когда апостол Павел приходил в какой-то новый город и там проповедовал, вслед за ним приходили еретики, в основном иудействующие, которые, используя то, что Павел проповедовал, пытались убедить людей обрезываться ради их спасения. Вспомните послание к Галатам, которое апостол Павел пишет практически со слезами. И говорит, вы несмысленные Галаты. Кто вас прельстил отвратиться от однажды преданной заповеди? Вы, у которых как будто перед глазами был Христос распят. Почему же вы теперь оставляете веру в него и обращаетесь опять к мертвым делам? И он говорит, к вам вас постигло на самом деле в полном смысле слова человеческое искушение. Он говорит, то Евангелие, которое вот сейчас вам проповедуется, это даже не Евангелие. Это просто некие люди, которые желают превратить учение Христово. Да, это даже Евангелием назвать нельзя. Это человеческий замысел. Ложь человеческая направлена на то, чтобы пленить помышления людей. Апостол Павел знает, что это происходило с ним всю жизнь. Он совершенно твердо знает, что здесь, в Ефесии, в городе Мелит, произойдет то же самое. Он уйдет, и ему на смену придут лжеучителя, которые будут проповедовать ложные вещи. Он знает, что появление лютых волков, лжепроповедников, лжеучителей, это не вопрос возможности. Это вопрос времени. Они обязательно придут. И его ученики должны быть к этому готовы. И он говорит, я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Но он говорит еще одну гораздо более страшную вещь. Он говорит, я знаю, что из вас самих вас станут люди, которые будут говорить превратно. Кто такие вы сами? Вы сами это пресвитеры Ефесской церкви. В то время слово пресвитеры и епископа было одно и то же служение. Это епископы Ефесской церкви. Это люди, которые три года слушали поучения Павла. Это люди, которым Павел не упускал возвращать всю волю Божию. Это люди, которые настолько верили во Христа и настолько своей жизнью показывали эту веру, что они стали лидерами поместных церквей. И Павел говорит, из вас самих вас станут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь Николу за собой. Мы можем только догадываться, откуда Павел это знает. Что произошло такое в его жизни, что он знает, что в этой церкви пройдут такие вещи. Был ли это Дух Святой, который показал ему это? Говорит ли он из опыта? Мы не знаем. Мы знаем, что Павел пишет очень просто и ясно. Он говорит, я знаю, что это будет так. Из вас самих вас станут люди, которые будут говорить превратно. И когда мы с вами смотрим сейчас на историю церкви, мы видим, что на самом деле предсказание Павла сбылось. Потому что самые страшные ереси, которые когда-либо существовали в истории церкви, которые угрожали церкви больше всего, которые причинили наибольший урон, они как раз проповедовались теми людьми, которые однажды называли себя христианами. Теми людьми, которые выдают свое учение за христианское. И те лютые волки, которые приходят со стороны, к сожалению, не по масштабам своего ущерба, не по количеству ереси, которые они проповедуют, не могут сравниться даже с теми, кто выходит из наших собственных рядов. Павел предупреждает, что из вас самих вас станут люди, которые будут говорить превратно, и придут к вам лютые волки. И он говорит, что я знаю, что это случится. Оглядываясь на историю, мы знаем, что это произошло, и мы должны быть готовы к тому, что в будущем это будет повторяться. Второй отрывок, который мы посмотрим, это второе послание Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. Из истории христианского предания мы знаем, что апостол Павел совершил это путешествие в Иерусалим. Там он был арестован, его предали суду, он потребовал суда Кесаря, его отправили в Рим. Он потерпел кораблекрушение, добрался до Рима, все-таки был судим Кесарем, отпущен. И совершил еще одно последнее мессиарское шествие, по преданию дошел до Испании, потом вернулся обратно. И во времена гонения Нерона был казнем. Ему отрубили голову на Апиевой дороге. И опять же, по истории, по преданиям, когда апостол Павел второй раз оказался в римской тюрьме, ожидая свои кончины, ожидая свои казни, уже зная, что эта казнь неизбежна, из этой тюрьмы он написал одно послание, которое до нас дошло. Это второе послание Тимофею. То есть, по сути дела, второе послание Тимофея является своего рода завещанием апостола Павла, который, как он сам пишет в этом послании, уже не надеется этой тюрьмы выйти. Он говорит о том, что время его отшествия настало, что он уже подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил, и не готовится ему венец правды. И вот апостол Павел пишет свое последнее послание своему любимому ученику Тимофею, которого он учил, который был с ним во многих испытаниях, которого он, безусловно, любил. И в последней главе своего последнего послания он пишет о той самой теме, о которой мы говорим с вами сегодня. В чем секрет? Он говорит, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к бессе. Опять же, обратите внимание, апостол Павел пишет, ибо будет время. Он не говорит это возможно, он не говорит, я думаю, что это будет так, он совершенно уверен, говорит, время будет. Опять же, можем только догадываться, откуда Павел это знает, но тем не менее, Павел совершенно уверен, это время обязательно наступит. И здесь есть маленький нюанс, который нам с вами необходимо иметь в виду. Очень часто, когда мы читаем в Писании, что будут последние времена, когда что-то произойдет, или будет время, когда что-то случится, мы всегда почему-то думаем, что это будет при наших детях, или наших внуках, или еще хуже того, при наших праправнуках, каких-нибудь отдаленных. На самом деле, есть удивительная вещь. Когда мы читаем с вами первое послание Иоанна, мы читаем там замечательные слова. Иоанн пишет своим читателям, и говорит, дети, последнее время. Последнее время это не дело будущего. Мы с вами уже без малого 2000 лет живем в последнее время. И все те пророчества, которые были даны в Новом Завете, они исполняются уже при нашей жизни. Это не дело, с которым столкнутся наши внуки. Это та реальность, с которой живем мы уже сегодня. И поэтому то, о чем пишет здесь апостол Павел, это то, что касается нас с вами самым непосредственным образом. Он говорит, будет время, и мы знаем, что это время уже настало, потому что видим вокруг себя. Когда здравого учения принимать не будут, не захотят слышать о Христе. Хорошо знаете, насколько это, к сожалению, происходит сейчас в нашем мире. Есть возможность сравнить для тех из вас, кто стал христианином в начале 90-х. Вы помните, насколько люди с радостью на все конференции христианские, на все какие-то проповеди шли. Я помню огромные стадионы, там по 30-35 тысяч человек, собиравшиеся, чтобы услышать Евангелие. Я знаю, насколько видно, насколько сейчас в людях враждебность по отношению к христианству родилась. Насколько поднимается сейчас новая волна атеистов, которые ненавият христианство, даже не потому, что с ним не согласны, а ненавият его органически. И, к сожалению, сейчас можно увидеть совершенно страшные вещи. Буквально недавно, лазая в сети интернета, я видел очень страшные штуки, плакаты, на которых написано, «А если Христос еще раз воскресет, у нас еще раз гвозди найдутся». Или «Если бы мы воскресли, мы бы его снова убили». Люди говорят об этом прямым текстом. Они ненавидят то, во что верим мы, ненавидят причем лютой ненавистью уже. Это не просто некая неприязнь от головы. Это то, что исходит из порочной природы, которая полностью подчиняет человека князю века сего. Никак иначе объяснить нельзя. Это уже не борьба с ума с умом. Это не борьба сознания с сознанием. Это на самом деле духовное противостояние, которое касается самой сущности человека. Когда человек ненавидит то, во что он не верит, уже не повинуясь каким-то разумным выкладкам, а потому что сама суть его, она просто откровенно в такой ненависти проявляется. И, в общем, я вполне могу себе представить время, когда спустя несколько десятков лет христиан будут так же гнать, как и гнали когда-то, много сотен лет назад, совершенно откровенно, вплоть до физических расправ. Сейчас уже начинается. Когда убивают священников, потом по интернету ходят люди, издеваются над этим, говорят, что еще одного священника убили, убили бы их побольше, жить бы стало лучше. Это происходит на самом деле. Мы живем в то время, когда это случается сейчас. Я удивлен, насколько быстро это происходит, потому что буквально 5-6 лет назад этого не было. Это сейчас происходит на наших глазах. Те вещи, которые буквально еще несколько лет назад мы о них только читали в книжках, они вот сейчас начинают происходить. Это страшно, потому что мы видим, как это на наших глазах захватывает умы, сердца, души людей и совершается это очень быстро. И вот то, о чем говорит Павел, это на самом деле абсолютная реальность, с которой мы с вами имеем дело. Будет время, и уже оно наступает, наступило, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей. Слово прихотям, лучший перевод, более дословный, похотям. По своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть, иными словами, которые будут избирать себе тех, кто говорил бы им то, что им хочется услышать. Людей, которые говорили бы, что грех это не грех, а на самом деле естественное проявление человеческой природы. Ты этого хочешь? Нормально, Бог тебя таким создал. Ты этого хочешь? И это нормально, Бог тебя таким создал. Главное не противоречить самому себе, жить в соответствии с своей природой. И наше современное общество предлагает человеку любые возможности самореализации. Оно готово оправдать все, что угодно. Лишь бы человек в своих грехах чувствовал себя уютно, замечательно и просто. И новые религии, они угодно за этим гонятся. И говорят то же самое. Живите, как вам хочется. Вам нужно просто чуть-чуть помочь. А так вы замечательные люди и Бог вас любит. Любит вас такими, какие вы есть. И именно в этом кроется ответ на вопрос, который задают постоянно. В чем секрет привлекательности культов? В чем секрет привлекательности ложных учений? Именно в этом. Они говорят по сердцу человека. Они говорят то, что человек хочет услышать. Мы с вами, как христиане, мы обязаны говорить человеку неприятные вещи. Мы обязаны говорить человеку, ты мертв. Ты не имеешь ни малейшей надежды. Ты враг Бога по самой своей природе живым. Ты чадо погибели с момента своего рождения, потому что ты пришел в мир с певородным грехом. Мы не можем сказать ничего другого, потому что так говорит Писание. И мы говорим только во Христе ты можешь найти спасение. Но даже вера во Христа это не твое произведение, а дар Божий, который он производит в тебе через свое слово. То, что мы с вами проповедуем, то, чем мы с вами живем. Людям неприятно это слышать. Самая неприятная вещь в этом мире это то, что от человека его спасение не зависит. Насколько популярны те учения, которые предлагают человеку возможность самому заработать себе спасение. И насколько люди не хотят слышать, что ради своего спасения они должны полагаться на дар вечной жизни, который для них добыт дорогой ценой на Голгофском кресте. Человек по самой своей природе он тяготеет постоянно к учению о делах, о спасении по делам. Почему столько много места апостол Павел отводит в их посланиях в борьбе именно с этим учением? Почему это была первая ересь в христианской церкви? Потому что человек по самой своей природе он хочет зарабатывать себе спасение. Вся наша жизнь построена по этому принципу. Я заработал, получил. Я что-то сделал, дай мне за это награду. Я хорошо выполнил свою работу, дай мне конфетку или медальку. И люди в духовной жизни хотят жить таким же образом. И когда культисты приходят, опять же поймите меня правильно, они не проповедуют абсолютно безобидные учения, которые ничего не требуют от людей. Напротив, они требуют очень много. Они требуют иногда безумно много. Они налагают на людей совершенно невероятные требования, которые нам с вами покажутся абсолютно чрезмерными. Но они говорят человеку, если ты все это сделаешь, то ты и спасешься. Они предлагают человеку абсолютно понятный, абсолютно человеческий, абсолютно просчитанный, абсолютно рациональный способ получить спасение, который на самом деле ведет людей в погибель. Очень простая мысль. Если вы хотите создать культ и сделать так, чтобы человек пошел за вами, чтобы он отказался от своей семьи, чтобы он отдал вам все деньги, чтобы он отказался от самой жизни своей, ради вас и того, что вы проповедуете, вам нет необходимости кормить его таблетками или его гипнотизировать. Есть гораздо более простой способ. Пообещайте человеку простой и понятный и легкий способ получить то, что он хочет больше всего на свете. Желание человека – это самая страшная сила во вселенной. То, что он сам хочет. Если вы найдете самую больную точку в человеке, то ради чего он готов пожертвовать всем, и пообещаете ему, что вы ему это дадите, он будет почитать вас как бога, и за вас будет готов отдать все остальное. И вот именно в этом кроется секрет привлекательности кульда. Они требуют от людей. И требуют многого. И проповедуют неприятные вещи. Но при этом они говорят по сердцу человека, потому что предлагают человеку, обещают ему простой и понятный способ получить то, что человеку хочется больше всего на свете. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Один пример. Я заранее предупреждаю, пример очень такой крайний, радикальный. И на самом деле история, она очень неприглядна, низко, мерзка даже по меркам культов, о которых мы с вами говорим. Это практически единственный случай такого рода, который я знаю, но на крайности всегда лучше видно, как это работает. Поэтому вот такой уникальный случай, который просто хорошо показывает, как человек становится культистом. Много лет назад, в 90-м году, когда я еще только-только начинал заниматься этой темой, когда я еще практически ничем не мог помочь людям, потому что сам еще ничего не знал. Но так получилось, что как-то мои знакомые знали, что я этой темой занимаюсь. И ко мне однажды пришел человек, рассказавший такую историю. Он сказал, что они с женой жили обычной жизнью, пожилой человек, ну, относительно пожилой, ему лет 60-ю уже давно было. Обычные номинальные православные, которые раз в год ходили, или два на праздники в церковь, дома были какие-то книжки, которые они время от времени почитывали. Ну, 90-й год, какие там книжки. Соседка у них была сведенца иголок, которая регулярно приходила к ним и пыталась проповедовать им какие-то свои вещи. Они ее, естественно, прогоняли, потому что откуда-то знали, что это секта, и с ними иметь дело не стоит. И однажды случилась трагедия, ужасная вещь. У этой супружеской пары был взрослый сын, моряк, который во время одного из походов упал за борт, и его достали уже мертвым. Когда сообщили об этом новость этой семье, этой супружеской паре, мать была, конечно, просто убита горем. И в этот момент к ней пришла сведенца иголок и сказала, хочешь увидеть его сына живым, приходи к нам в организацию. И женщина ушла туда с ногами, с руками, с ушами, вообще с чем только можно. Она выкинула все книжки, которые у них дома были, которые не соответствовали ее представлению. И дело шло к разводу. Она не хотела больше жить со своим мужем, потому что он говорил, что это секта, туда ходить не стоит. Еще раз говорю, это даже по меркам Свети Легова очень низкий поступок. Даже они такое делают. На моей памяти я один случай такой знаю. Но это именно то, что заставляет человека туда приходить. В более радикальном виде, в менее радикальном виде. Человек хочет что-то получить. Если вы пообещаете человеку простой, очевидный, пускай даже неправильно, он же об этом не знает, способ это получить, он пойдет за вами куда хотите, на край света. Откажется от всего чего угодно. Это самая страшная сила во Вселенной. Желание человека. Похоти человеческой. Почему апостол Павел говорит, что мы должны убегать похоти? Потому что бороться мы с ними не можем. Нет у нас на это сил. Убегать от них нужно. Только твердой верой, только благодатью Божией можем справиться с теми искушениями, которые приходят. А что может сделать человек неверующий, для которого вся жизнь сплошные искушения, у которого плоть стремится к этому. Как Павел пишет, вспомните времена, когда нас тянул с собой грех, как будто веревками колесничными. Они прибиты к этим грехам, ничего с ними сделать не могут. И люди предлагают им продолжение этой жизни под видом благочестия, под видом веры, под видом спасения, под видом проповеди о Христе. Люди, конечно, туда идут с радостью. И Павел пишет, что наступит время, когда люди здравого учения принимать не будут, но будут по своим похотям искать себе учителей, которые льстили бы слуху. В дословном изложении это можно перевести как людей, которые щекотали бы им уши. То есть людей, которые говорили бы то, что приятно слышат. Избирают себе учителей не по принципу того, кто говорит правду, а по принципу того, кто говорит самая приятная вещь, от которого можно услышать самая устраивающая тебя вещь. Посмотрите, в наше время ведь люди уже потеряли всякое представление о духовных ориентирах. И по сути дела, каждый человек сейчас делает какой-то духовный выбор на основании того, что ему больше понравилось. Вот этот гуру сказал какую-то вещь более приятную, чем все остальные, пошел за ним. Вот этот астролог написал более интересный гороскоп, пошел за ним. Вот этот товарищ обещал больше денег, чем этот, пошел за ним. Да, люди ориентируются на то, кто им даст больше. А сегодня религиозная жизнь людей превращается в некий рынок, как вот аукцион, кто больше даст, кто больше пообещает. И люди, потеряв всякие ориентиры в этой жизни, они, конечно, бегут за тем, кто обещает им больше. Ну, при условии, что достаточно убедительно им это рассказывать. И Павел говорит, что наступит время, и мы с вами знаем, что уже наступает, когда люди отвратят слух от истины, обратятся к басням. Обратятся к басням. Вот эти самые басни, это и есть содержание того, о чем мы с вами сегодня разговариваем. Разговариваем. Субтитры сделал DimaTorzok